Бигфест. Выгоднее с картой Альфа-банка. Получайте кэшбэк 50% за все покупки. Не просто выгодно, альфа выгодно. Йоу! Так, сегодня я лично пугаться не намерен. Давай сегодня о чем-то нормальном, адекватном, спокойном. Договорились? Да, хорошо. Сегодня мы с тобой поржем. Но, как говорится, днем посмеялся, а ночью оба... Google карты. Картографический сервис от Google, который позволяет наблюдать почти за каждой улицей в мире. Машины с оборудованием от Google ездили по всему миру, снимали дороги и выгружали все в сервис. Естественно, никакой модерации такие съемки не проходят. Это физически нереально. Поэтому на картах всегда можно найти что-то странное, страшное и пугающее. Например, чуваки, которые очевидно прямо сейчас сбегают из тюрьмы. Но Google даже замазал их лица. Видимо, чтобы не спалить. Google не крыса. В смысле Google им лица замазал? Ну, Google просто всем автоматически людям замазывает лица. А, вообще правильно, да. Чтобы, знаешь, там типа кто-то на улицах может с любовницей. Ага, и жена дома. Да, так зашла, это не я. Это не, это футболка моя. Привет, YouTube, с вами Ранф и... Страшилка Михаил. Сегодня мы посмотрим самые жуткие места на Google картах. В смысле жуткие, мы договаривались. Самые загадочные. Ладно, не жуткие. Начну с истории, которая вроде не страшна. 7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Мот отдыхал в ночном клубе. Около 9 вечера он позвонил своей жене и сказал, что скоро придет домой. Из ночного клуба, из которого он уезжал, люди сказали, что он, очевидно, был трезвым. И жена тоже подтвердила, голос пьяным не был. Но чувак так и не вернулся. Прошло 20 лет, и никто не знал, где он. Но все изменилось, когда просто сосед этого чувака лазил по Google картам и смотрел на свой дом, где он жил. Смотри, что он там обнаружил. И этот скриншот его поверх шок. Ну, обычный бассейн какой-то, я ничего не понимаю. Нет, это озеро. А, ну озеро, рядом бассейн. А вот в озере видишь что-то странное? Подожди, это машина? Да, это машина этого самого чувака. Да ладно, он типа зарулил в это озеро? Да, его сосед случайно по Google картам нашел машину, вызвал полицию. Вот этот Уильям оказался в этой машине. Представь, чувака 20-летний могли найти, а он был рядом со своим домом в озере. Возможно, его убили, а возможно, он утопился. Но если он утопился, как можно было не вылезти? Там же легко из машины вылезти. Ну, не знаю, в фильмах показывать тяжело всегда. Блин, а давай проверим. Покупай машину. Так, запоминай, чтобы туда, если что, съездить потом. Да. Ну, я думаю, ты сейчас перехочешь туда ехать. Сюда. Под мост прям надо зайти. И что там, селит кто-то сидит? Вот она. Ух, какая падла! Что это такое? Это же похоже на... Это уже какой-то не пофорил. Это же похоже на клоуна, но который прячется. Я уверен, что после этого до хрена людей туда сходило, те, кто там живут и проверили. Вот эта рожа, может, даже не знает, что Google машина ее сфоткала. Она просто пряталась от обычной машины. Ну, либо эта штука просто нарисована. Может, эту рожу кто-то нарисовал там баллончиком. А, может, маску оставили. Знаешь, как... Или маску, да. Некоторые чуваки в машинах останавливают маску. Я вот так иду постоянно и обсираюсь. О, это частая тема. Да, кажется, что кто-то сидит. Ставь лайк, если было. И зачем эти козлы так делают? Кстати, некоторые люди знают, что рядом с ними будет проезжать Google машина. И они специально готовятся, как вот эти вот девчонки. Это вообще круто. Я бы хотел так сделать. Вот Google тачка. И смотри, они сделали себе эту штуку на улицах. Это же вообще кайф. Представь себе. Да, да, да. Прикольно, прикольно. Поэтому некоторые вещи в Google постанова, очевидную постанову я показывать не буду. Буду только сомнительное показывать. Мне вот нравится, что они всегда с самого далекого места начинают. Прямо с планеты. Они бы еще с галактики приближали. Ну, теоретически можно понять, где все это. Ну, это да. Да давай ходи, я быстрее хожу, чем... Вот! Видел? Нет. На столбе висел. Ну, там какая-то грязь просто. На столбе висел чел. Сейчас вот еще, смотри. А что они его дальше не показывают? Сейчас, потому что еще будет, я думаю. Вот, вот, еще один. Видел? Похоже на то, что там тряпка просто на столбе. Да посмотри еще раз. Вот. А, реально привязан. Еще и с какой-то надписью. С какой-то надписью. Короче, да. То есть, это может манекены, но может и настоящие люди. Потому что, видишь, городок убитый, убогий. И есть предположение в комментариях, что эта мафия так терроризирует должников. Потому что, ну, они деньги должны, и типа кого-то вешают, а кому-то говорят, вот так тебя повесим, верни деньги. Не имеет смысл. В мире есть такие места, ты представляешь? А, кстати, насчет мафии. В Италии я помню случай, когда с помощью вот этих гугл-снимков и гугл-карт очень долго не могли найти, но поймали с помощью этих карт мафиозника. Да ладно? Да, который долго скрывался. И, короче, у них была уже теория, было расследование. Просто с помощью этих карт они его подтвердили. И они приехали на это место и облавой накрыли его. Нет. Не-не-не. Ты напутал. Они случайно нашли мафиозника, который скрывался 20 лет от следствия на гугл-картах. Случайно кто-то нашел и в полицию это отнес. Вот это фото. Вот, видишь? Вот он стоит слева. Его тупо карты спалили. А-а-а. И его посадили пожизненно. То есть чел мог бы дома сидеть, его бы не нашли. Его 20 лет найти не могли. Офигеть. Ну, технологии. Вот вам польза, пожалуйста. Чувак стоит с фруктами трет, с каким-то дедом. Ну, опять с самым началом. Entrance to hell. Вы успели? Вы следите? Смотрите, чтобы запоминали. Это проверять все надо потом. Это туда ехать надо, я больше не знаю. Да, конечно. Вот давай сюда поедем, смотри. В этот entrance? Ну, давай. В пещеру пролетаем какую-то. Бам. Диабло. Диабло. Блин, ну да, жутковато выглядит. Но мне кажется, это просто, может, фанатики игры? Да это вход в ад, чел, очевидно. Думаешь, что подово? Ну, посмотри, в пещеру красное все. Ну, и черт, да, нарисован. И вход в ад. Может, когда люди умирают, они там респавнятся. Возможно, да. И заходят туда. Поэтому, если ты умрешь, надо туда ехать и стоять тебя ждать у ворот. Или я? А, реально. Так и делаем, если что. Вот, запоминайте. А, вот это постанова. Ну, это не постанова, это ресторан. Но это не вход в ад. Его нет. Ад на земле. И абэд. Смотри, можно найти в Индонезии дом с призраками. То есть, вот два чувака сидят, и сзади них, видишь, призраки. Да, вижу. А может, это... С чего ты взял, что это призраки? Что это люди стоят? Поговаривают, это все очень похоже на семью этого парня. Ну, есть какая-то легенда прям про это место? Да. Да, этот парень рехнулся и создал манекенов всех членов в своей семье, которые каким-то образом погибли. Это призраки или манекены? Ёлки-палки, я что-то вообще не могу сообразить. Ну, я не знаю. Это место, это долина с куклами. В Японии, да, ты знаешь? Я шарю про это. Ну, это реально, кстати, жутко. Вот это прям деревня, где тупо одни куклы. И говорят, даже если туда попасть, то, типа, ты сам станешь куклой и не сможешь выбраться оттуда. Да, да, и тебя никогда не смогут найти. И вот так и похоже, что люди просто застыли, стали куклами и все, смотри. В положении, да, то есть просто приехали и в какой-то момент остались такими. Вот, и посмотри, тут еще и ритуалы свадьбы проходят. Ну, это реально жутко, потому что даже если это, типа, фейк, то... Кому надо этим заниматься? Кому понадобилось целый город из кукол лепить. То есть, если чел делал город из кукол, он все равно... Ну, разве что это декорация из какого-то фильма, который решили оставить. Ну, вы знаете такой фильм? Я нет. Нет, я тоже нет. Так, вот следующее. В городе Аркаша в заброшенном здании может следовать за вами призрак, пока вы не уйдете из этого здания. Ну, это очевидно, мне кажется, постанова. Ну, что это за призрак? Тряпка? Ну, да. Я такого же призрака прям сейчас сделать могу. Я не понимаю, это прям в туалетах кто-то ходил с гугл сотрудник и фоткал там все? Почему у меня в туалете он не ходит? Нет, иногда сам пользователь может загрузить, то есть мы можем в нашу квартиру... Просто модерацию случайно прошли с ним. Да, да, да. А вот это, кстати, тоже опять Япония, заметь. Второй раз... Япония постоянно какая-то дичь творится. Второй раз фигурирует Япония, ты посмотри. Это люди-голуби. Ух ты, елки-палки. Всем очкам надо было дать? Ну, вот они, возможно, тоже угорали, кстати, на церкви. Да, очевидно. Мы специально надели. Ну, блядь, они голуби. Ну, просто странно, что 10 человек захотело купить маску голубя и пойти угарнуть с этого. Японцы, на работу, идите делами, занимайтесь. Бигфест. Выгоднее с картой Альфа-банка. Получайте кэшбэк 50% за все покупки. Не просто выгодно, альфа выгодно. Опять куклы, опять долина кукол, но уже в другом месте. Вот, кстати. Это явно фетиш на вот эти куклы. Так ты посмотри, какие они страшные. Блин, тот же человек, очевидно. Они ужасные. Смотри, это показалось тебе, наверное, что это люди, но нет. Это кладбище с куклами. Это пугало. Это пугало. Но в чем прикол? Это пугало каждого человека, который погиб на этом месте. Зачем они там погибали все? И об этом месте даже нельзя шутить, потому что будешь проклят и умрешь в течение 10 лет. Так надо пошутить как-то про это место. Место говно. Это место похоже на дырку в жопу. Все, теперь я точно проклят. Ждем результата. Подписывайтесь и через 10 лет вы узнаете, прокляло меня это место или нет. Или придумайте лучше свою шутку пооригинальности. Да, да, у меня шутка плохая. Скинвокеры, кстати, мы о них недавно говорили. Можете посмотреть. Да, скинвокеры на гугл-картах нашли? Ну это уже серьезные обороты. Вот тут человечка ставим. Очки. Гугл-сотрудник спал у кого-то на кровати. Смотри, смотри внимательно. Опа, там кто-то выглядывал. Да. Начинает все трястись. У сотрудника руки трясутся. Ты видел? Охренеть. Ну конечно, конечно, владельцу хаты не понравилось, что его снимают. В гугл-картах выкладывал, начал бегать, как приколь. Ну это постанова. Это какое-то место. Тоже кто-то отфоткал. Просто музей. Суть вот в этой кукле, которой смотри на ее рожи. Это знаешь, на что похоже? Это похоже на вот в этой вот всех частях про Аннабелли, про заклятие. Там вот эта пара, и у нее был, которые эксперты во всем этом паранормальном, у них был подвал со своими всякими реквизитами проклятыми. И вот как будто бы это здесь снято. Ну кукла очень жуткая. Вроде тот, кто делал эти снимки, не видел ее первый раз. Ну то есть он не заметил, он выгрузил снимки, и люди в инете увидели. А, типа она появилась там. А есть, кстати, чуваки, которые по гугл-стритвью могут определить, в какой стране они находятся. Да, у людей есть таланты, в отличие от нас. Это дети вот так мстили своему учителю. Ну гугл-карты их спалили. А, этими заметками облили всю машину, офигеть. Я, кстати, тоже один раз мстил учителю своему, и я ему зачем-то измазал машину кетчупом. А что ты мне это рассказываешь? Мы же вместе это делали. А, точно, ты тоже был. А, у нас был один учитель, просто он в другой школе учился, а я в одной. Ну я за компанию. А, не, он в моей школе тоже успел преподавать. Он был нормальный, ну мы просто малолетний дебил были. Не, я считаю, он был, он был нормальный. Не, я бы еще раз ему машину узнал. Обычный мужик, не, я бы ничего не делал. А вы как-то, мстили своим учителям? Напишите в комментариях, но только аккуратно, чтобы вас не спалили родаки. Хватит такие рожи делать, я их потом в видео вставляю. Ну можно быстрее приближать. Вот, смотри. Ну прям призраки же. Ну прям просто, вылитые призраки. Да, но только смотри, бабка стоит, кофе пьет. Офигеть. Не, ну она может просто их не видит. Они же на камеру попадают, ты что-нибудь шаришь. А, то есть бабушка... Призраки на камере видны только. Я просто не пойму, вот смотри, тут штук 20 вот таких штук. Это же получается людей 40 собралось в одном месте для вот такой... Ну, либо один дурачок ставил на стоп-кадр и везде вот так садился в 40 разных мест. 6 от... Томская, кстати. Вот это Россия, видно сразу. Запорожец. Ой, Жигули. Ага, и смотри, что в этом Жигули. Что? Как будто выбитое стекло. Друзья, этот момент был настолько жестоким, что я сначала хотел его просто замазать, чтобы YouTube не забанил. Но мы там такого наговорили, что я лучше это в Telegram выложу от греха подальше, потому что точно забанят. Плохое предчувствие. Все ужасно, ужасно страшно. Разберитесь с этим местом. Мы не знаем, что это такое. Да, Мих, сегодня мы с тобой выяснили, что Google карты скрывают очень много страшного. Если вам, подписчики, хочется еще, давайте наберем на этом видео 100 тысяч лайков и мы снимем вторую часть. Там материалы еще. Вот так. Жопой жут. Жопой жут. Но одну историю я уже опубликовал в своем Telegram. Там подросток, с которым кое-что случилось на железной дороге. Такое в YouTube я показать не могу. Я залью это к себе в телегу. Обязательно подписывайся. Пост уже есть. Я уже побежал быстрее. Телегром. Пока. Моя душа такая нежная. Пока.